Музыка Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Главные темы дня. Новый геноцид против армянского народа. Препятствие для молодежи. Ашот Артинян. Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по центральному району Бейрута. Баку не может говорить с нами на языке требований и приказов. Председатель ПАСЕ. Фредом Хаус призывает защитить права армян Арцаха и расследовать военные преступления Баку. Баку начал массовый снос жилых домов Степана Кертия Сергей Шахвердян. По данной археологи обнаружили фрагменты предметов, сохранившихся с эпохи Феликийского царства. На протяжении всей истории армянского народа было много вызовов, которые подорвали нашу жизнеспособность. За последние 10 лет был осуществлен новый вид геноцида, угрожающий будущему молодежи. Это угроза физическому существованию, социально-экономические и психологические барьеры, препятствующие созданию семьи. Финансовые трудности, безработица и низкая заработная плата препятствуют созданию брака. Социальное и психологическое давление, также политическая нестабильность влияют на их уверенность в будущем. Будущее армянского народа в крепких семьях. Следовательно, государство и общество обязаны предпринять необходимые шаги для предотвращения геноцидальной угрозы. Поддерживая молодежь в вопросе создания семьи. Израильские самолеты обстреляли район Расан-Наба в центре Бейрута. Об этом Рео Новости рассказали очевидцы. Два удара вражеские самолеты нанесли по зданию в Расан-Наба только что, сообщил собеседник агентства. Ранее в четверг Аль-Джазира сообщила. Израильская армия открыла огонь по объекту на территории штаб-квартиры Миротворцев Временных Сил Организации Объединенных Наций. В Ливане в результате пострадали два человека. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Теодорос Руссопулос в беседе с Альфа-Ньюс отметил. В ПАСЕ не молчат по поводу Нагорного Карабаха. По этому вопросу неоднократно проводились обсуждения. Подчеркнув, азербайджанцы пытались заседуть обсуждение, но ПАСЕ продолжает обсуждать вопрос Азербайджана и Нагорного Карабаха. Руссопулос сообщил, что более 120 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, призвав Азербайджан предпринять шаги для возвращения в ассамблею. Также раскритиковал составленный Азербайджаном список позора, запрещающий ввес страну 76 парламентариям, подчеркнув, что это противоречит демократическим принципам ассамблеи. Руссопулос добавил, что ассамблея остается верной своим демократическим принципам и не принимает требования Азербайджана. Фридом Хаус обращает внимание на нарушения, совершенные БАГУ в отношении этнических армян Арцаха, что на протяжении многих лет приводили к насильственному перемещению. Организация отмечает, что задокументированные действия азербайджанского государства соответствуют критериям этнической чистки, напоминая о событиях в бывшей Югославии. Фридом Хаус задокументировал внесудебные казни, пытки, произвольные аресты, ограничения доступа продуктам питания и жизненно важным медикаментам, также насилие и военные атаки в отношении гражданского населения. Эти действия могут быть квалифицированы как преступления по римскому статусу Международного уголовного суда. Организация призывает ООН, ОБСЕ и Международный уголовный суд обеспечить тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности. Фридом Хаус призывает страну участников ОБСЕ применить московский механизм для расследования нарушений Азербайджана, а правительство Баку обеспечит безопасное возвращение армян в Арцах. Секретарь Государственного совета по охране культурного наследия на оккупированных территориях Арцаха Сергей Шахвердян сообщил, Администрация Баку начала массовые сносы в Степанакерте, в основном вдоль улицы Туманян, территория, на которой расположены частные постройки 19-20 веков, была сравнена с землей, что нарушает права тысячи владельцев. Шахвердян призвал жителей Степанакерта потребовать у властей Армении и международных организаций предпринять шаги для обеспечения прав арцахцев на возвращение и прав на собственность. Во время археологических раскопок древнего города Анарзаба в Адане были обнаружены ценные предметы Киликийского царства. Доцент Фатих-Эрха отметил, по имеющимся данным, фрагменты, кувшины и других предметов сохранились с эпохи Киликийского царства. Подчеркнув, Анарзаба – один из крупнейших древних городов армянского царства Киликий. В результате проведенных за последние две недели работ археологи обнаружили ряд интересных находок. Следы, обнаруженные в центре античного города на расстоянии 80-120 метров, по-видимому связаны с руинами храма или других строений. Проводя раскопки глубиной около трех метров, обнаружили останки скелетов детей, женщин и пожилых. Также слои плотного пепла и различные виды керамики. Находки ценные с исторической точки зрения и указывают, что численность населения в этом районе, вероятно, составляла от 200 до 250 тысяч человек. Эрхан пришел к выводу, обнаруженные находки связывают древний город и его постройки, обнаруженные в результате раскопок. Материалы могут внести значительный вклад в изучение истории Киликийского царства. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! КОНЕЦ КОНЕЦ